Именно в этой, при входовой части, когда мы ее расчищали в том году, чтобы пролезть хотя бы на коленках, были обнаружены кости другой сохранности, нежели в дальнем зале. И вот среди них был как раз дикообраз. Несколько лет назад это место ученым показали местные жители. Раскопки начались в прошлом году. Их ведут ученые из Башкирии и Свердловской области. Им она и уже называют самым богатым пещерным памятником Урала. Здесь удалось найти более 10 тысяч артефактов. Среди них кости пещерного льва и медведя, бизона и носорога. Иманай – труднодоступная пещера. Без определенного снаряжения, сноровки здесь делать нечего. Мы проползли около 10 метров. Ученые преодолевают этот путь каждый день по несколько раз. Пещера Иманай открывается большим коридором, около 60 метров. Здесь уже можно встать в полный рост. Температура в пещере 4 градуса. Археологи говорят, работать комфортно. Здесь вы можете видеть как раз кости животных, залегающие в слое, так как они изначально лежали. В общем-то, видимость такая достаточно ограниченная и отложения такие плотные. Приходится во многом гадать, артефакт не артефакт. Найденные артефакты отправляют в лагерь. Здесь их тщательно промывают, отделяют зерна от плевел. В основном этим занимаются студенты и волонтеры. Для десятиклассника из Томской области Бориса Спирина это уже не первая экспедиция. Интересно от того, что ты можешь потрогать историю руками своими. Ты можешь подержать на своих руках, пожалуй, тысячелетия. В прошлом году ученые сделали сенсационное открытие. Они обнаружили в Иманае единственное в мире кладбище пещерных львов. Пока остается загадкой, каким образом останки десяти особей оказались в одном месте. Есть предположение, что им около 60 тысяч лет. Возможно, что на территории Башкирии пещерные львы жили дольше, чем в других местах. В Иманае также находят кости животных, потомки которых и сейчас обитают на территории Башкирии. Например, лисы или куницы. По ним ученые смогут проследить эволюцию определенных видов животных. В этом году в большом количестве также находят кости другого редкого животного – пещерного медведя. Медведь был в расцвете сил. Ну, я думаю, что ему 40 тысяч лет точно. Находя их кости в таком количестве, мы можем более лучше себе представить, как эти животные жили, чем они питались, почему они населяли такие пещеры и так далее. Может быть, когда-то ответить на вопрос, почему они вымерли. В этом году ученые обнаружили новые артефакты. Около 6 тысяч орудий труда из камня, кремния, яшмы и известняка. Они принадлежали неандертальцам. Самым ранним находкам около 90 тысяч лет. В древности это место было своеобразной мекой для охотников. Но костей человека в Иманае пока не найдено. Ну, вот это острие использовалось для обработки очередной шкур, проверчивания отверстий. Мы уже будем изучать, как долго им работали. В другом центре будут изучать как раз вот эти мелкие кости. Причем одни будут мелких млекопитающих, другие присмыкающихся изучать. То есть это вот такая разноплавная работа, которая требует привлечения специалистов из разных научных центров. Работа в Иманае подходит к концу. Раскоп законсервирует до следующих экспедиций, а вход в пещеру засыпет камнями. Полученный материал ученые будут изучать более пяти лет. Точный возраст находок позволит установить дорогостоящий анализ. Его будут делать за рубежом. Ученые надеются, что в следующих экспедициях им удастся обнаружить кости неандертальца. Тогда они смогут ответить на вопрос, кем же были наши предки, когда-то заселившие Южный Урал.